Привет, сноубордисты! Мы продолжаем наш обзор новинок из нашего нового магазина VR Freeride в Москве на станции метро Таганская. Вот вы видите передо мной такие интересные штуки. Как вы думаете, что это? Ну, те, кто видел или примерно представляет, да, что это, я думаю, такая вещь не секрет, называется это подкрадули. Как вы понимаете, это снегоступы. Снегоступы не совсем простые, у них на скользящей поверхности приклеен камус, чтобы в одну сторону вы могли проехать, но в другую они не едут. То есть, в принципе, это заменитель сплитборда, заменитель для сплитборда. То есть, допустим, вы решили, что вы хотите ходить в гору пешком и попробовать сплитборд. Допустим, вы не умеете кататься на лыжах или не хотите по какой-то причине, и вас интересует только сплитборд. Ну, допустим, вы не чисто сноубордист, и вот, напрыгавшись на трамплинах и наточив перила, вы решили, нет, все, хочу заняться катанием в горах, но не хочу платить много денег за подъемники. И решайте, что вам нужно пойти пешком в горы и спуститься по каким-то хорошим снежным склонам, которые никому недоступны, на которых никто до вас не катался. Ну, или, может быть, катались, но сейчас там никого нет и много-много снега. Чтобы купить сплит, вам надо потратить, ну, допустим, да, допустим, 69 990. Это сплит Телос, который у нас в магазине присутствует, ну, грубо говоря, 70 тысяч. Доска. Крепление. Крепление 49 900. Ну, это крепление ПЛАМ, это супертехнологичная вещь, и, конечно же, цена ее, да, одна из, наверное, самых высоких на рынке. Крепление для сплитборда можно найти гораздо дешевле, но все равно, то есть, это порядок, да, там, плюс-минус 100 тысяч вы потратите на доску с креплениями. Подкрадули стоит 16 тысяч в данный момент. Кстати, их всего лишь осталось несколько штук вообще на, как и у нас в магазине, так и, я думаю, вообще в России. Ребята, которые выпускают, это компания называется Bare Powder Surf Production. Bare Powder Production. Они выпускают еще, вот, например, сноуборды. Вы, возможно, видели такие сноуборды уже. Выпускают балансборды. Один, кстати, интересный факт, что вот эти доски выпускаются на одной фабрике с досками нашими Телос. Это американцы, ну, точнее, как, это американские ребята, которые создали фабрику, но открыли они ее в Китае. Сами понимаете, из-за чего, потому что производство там дешевле. Фабрика называется JP87. Судя по тому, что они сделают с Телосом, это, ну, идеальная вообще фабрика, идеальное производство. То есть, настолько качественных досок я еще не встречал. Поэтому очень рад за ребят из Bare Powder, которые вышли на эту фабрику и заказывают там эти доски. Доски тоже по-своему уникальные. И вообще респектно Сергею, который главный вдохновитель этого бренда, за то, что он делает доски в стиле таком тоже Powder Surf. То есть, это доски с широким носом, с более узким хвостом, которые будут всплывать в Powder. Здесь вы даже можете невооруженным взглядом видеть просто адскую пилу, которая будет вгрызаться в жесткий снег. Эта доска, да, она сумасшедше широкая. У нее практически нет хвоста, то есть, она просто будет глистировать в глубоком снегу, всплывать везде. Очень интересная доска. Не знаю, как ее назвать, тазик или таблетка. Она такая маленькая, широкая. Хорошо, что не круглая. Ну, в общем, дальше про подкрадули. 16 тысяч заменят вам целый новый комплект доски и креплений. Единственное у нее минус какой. Когда вы на этих подкрадулях подкрадываетесь к вершине горы, то вы на своей спине чувствуете весь вес той доски, которую вы вынуждены носить, нести с собой. По поводу вот этих вот креплений, это, понятное дело, под любые ботинки подойдут. Здесь есть также подпятничек, который позволит при подъеме вверх опираться здесь пяткой ботинка. Но, открутив эту конструкцию, сюда могут установиться крепления, обычные крепления для сплита. То есть, если все-таки у вас уже есть сплит, то вы можете поставить на эти подкрадули крепления от сплита. Но, опять же, эта штука скорее подойдет тем, кто не хочет тратить большие деньги на покупку именно комплекта сплитборда и креплений. В следующем году ребята обещают сделать какую-то новую модель. Это деревянные. В следующем году они обещают сделать какую-то обновленную уже версию из стекловолокна. В общем, посмотрим. На самом деле, такие штуки очень практикуют японцы. Я много смотрю фильмов, всяких клипов, я думаю, вы тоже их смотрите. Японцы ходят в скитур, так скажем, на таких вот подкрадулях. Либо это обычные снегоступы. Но снегоступы, честно говоря, намного тяжелее, чем вот эти подкрадули. Ну и у снегоступов есть минус такой, что они разбивают тропинку, а эти лыжи, они работают как лыжи. Они не разбивают. И никто из, так скажем, людей, которые используют обычные сплиты, не будет на вас орать, что вы разбили всю тропинку, и теперь за вами тяжело идти. Ну и плюс они, благодаря этой шкуре, наклеенной снизу, они будут в каких-то моментах скользить, и вы можете просто где-то в низинку съехать спокойно. На снегоступах вы себе такого позволить не сможете. В общем, очень интересная вещь, очень рекомендую тем, кто хочет походить в недоступные места, такие вот подкрадули. Ну и бренд Beer Powder Surf тоже присутствует в нашем магазине. Очень качественные доски, очень интересные, необычные. Приходите, смотрите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok